Через трансформацию давай сделаем. Как раз наглядно будет. Что такое боль? Закрой глаза и представь любую картинку. Какая картинка? Жатие, жатие прям. Картинка жатие. Пружинки или что? Что там сжимается? Представь. Картинку можешь Микки Маусу придумать. Колобка, лес. Это неважно. Монят, бить, расчленитель. Пускай этот образ будет совершенно странным. Ну, непонятно. Репьями так обружили. Репьями какие-то. А что это такое репья? Репейник? Посты такие растения. Колючка. Ну и больно, да. Хорошо. Теперь, наукидывай кучу ассоциаций с репейником. Много. Ну, это в том числе и репейник. Это самое стойкое. Оно очень, как бы сказать, немного большой запас прочности. Даже кто-то написал статью. И, по-моему, Лев Толстой же написал про такое произведение. Не, а вы сами что думаете? Да, да. Ну, вот стойкость, на самом деле, и жажда жизни. Фига себе. Да, вот это ассоциация с репейником. А что еще? Полица. 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 А полица что такое? Нет, пусть человек говорит да. Полица как-то. Полица. А это оживляет. Полица оживляет. Да мы в рай попали с вашей болезнью. Как вам? Ну да. Класс? То есть боль. Это что? Это жизнь. На человеческий понятный язык переведите, чтобы всем понятно было. Теперь вот эти все слова. Это слово жажда, я поняла. Жадность? Жажда жизни. А, жажда жизни. Жажда. Жажда. Так что как боль? Жажда жизни. Прикиньте. А еще? Вот например другой человек, любой тут сидящий, ладно он в теме, а левый какой-нибудь зашедший и он спросит. Поднимите руку на левый. Тут нету. А что такое воля? Вы жажда жизни? Ну я не поняла. Чего? Объясните что это значит. Ну как бы на понятный такой же человеческий язык для обывателей. То есть вы уже знаете, что это жажда жизни. А как теперь? Еще какие-то словами дать. Что такое жажда жизни? Почему? Почему это боль? Ну то есть видимо в какой-то момент прошла какая-то остановка, какой-то застой и это и боль возникла, чтобы разбудить ее. Садитесь пять, вы теперь мастер-мастер. А вы почувствуете? Отлично. То есть вы поняли то, что боль нам просто показывает вот это узкое место, чтобы наконец-то увидеть и начать жить. А вот это узкое место нас убивает и мы умираем, останавливаемся. То есть и хорошо. Болезнь это боль, да? То есть болезнь это то же самое, что боль или нет? Или там какая-то еще разница? А там еще страх, наверное, есть страх. Страх. Боязнь какой. Боязнь. Боязнь? Боязнь. Боязнь или в боли? Да. Боязнь боли это и есть. Боязнь боли и боли. И смерти. У меня мозг потек. Хорошо. Ты не можешь расшифровать. Мне кажется, мы расшифровали уже, да, что на самом деле наша болячка, да, это жажда жизни. А что мне показывает эта женщина уже в конце концов? А, которая болеет? Ну, как бы да. Тоже уже выходить из застой. Я показываю себе этой женщиной. Что, блин, ну как бы я соскучилась по жизни? Да, что-то, да, что соскучилась, да. Ну, да. По-настоящему. Ну, одна часть меня, вот она. Куда туда можно стойкость приплести и прочность? Репейник в прочность только вцепился. За что вы вцепились? Материальное. Ну, то, что не дает вам жажда жизни. Да, да, да. Ну, это какая-то вот зазеленность, какая-то привязка к чему-то. К чему? К чему? К чему шаблонам? К каким шаблонам? Нет. Что такое шаблон? Мы к ним не привязывались, мы из них состоим. Вы – ходячий шаблон. Да. Вопрос в материальном мире – это уже не шаблоны, это уже проявлены. А вы в материальном мире там привязались, а не там? С ними вообще жить прекрасно. Ну, если знаешь, что это такое. Каждый шаблон – это сила, ключ, инструмент, который мы можем использовать как молоток. Хотим убить, хотим гвозди забить. Злость выпустить, все эти болячки выкричатся, а нужно другого навстречать. Ну, в принципе, и так, и так хорошо. Он почему-то этого хотел. Хотя бы не в причине, но тоже неважно. Ну, и вся его. Ура. То есть вы стойко зацепились, причем прочно, и держите, и не даете себе двигаться, и жить. И жить. А за что держитесь? Ну, не знаю. А чем болит человек? Ну, хорошо, давайте болячку. Какая болячка? Чем болит человек? Как подсказка? Жизнь какая-то. Не волевая. Это любимая. Не волевая. Не выпускает. А что там в кишечнике происходит? Кишечник что? Не выпускает. Что делает в кишечнике? Ну, он засовывает питательные вещества и указывает. А если он там у него болит, что он делает? Не выбрасывает. Значит, он отравляет организм. А значит, он копит что-то? Копит. Гортишка. А это значит, что вы копите? Во что вцепились? Ну, вцепились, держитесь, естественно, копит. Ну, давайте, ну, давайте. Все мое родное. Тут может быть и знания, и опыт, и правила, и все. За что? Обиды еще могут. И обиды, конечно же. Ну, это все, что вчера. Все, что мы вчера себе держим. Все, что вчера. Просто. Все, что вчера. Класс. Или все, что пять минут назад. Да. А даже, может быть, да, ну, закоренелое «я знаю». Ну, вот я знаю. Да. Я уже столько этих знаю, накопила, что мне уже некогда в этот, просто шаг сделать, потому что, ну, я все знаю жить уже. Я не особо охота порой. Ну, когда все знаешь. А я знаю, как пройдет этот день. Он пройдет по шаблону. По плану. Да. Целями. Ну, то есть, даже уже можно накопить вот эту вот фигню, я знаю, не говоря уже о чем-то там другом. И чем, как бы, больше мы эти нейронные связи укрепляем, тем больше мы знаем. А вы знаете, почему учителя меньше всего зарабатывают? Очень много знают. Я не успела задать вопрос. Последние буквы еще не прозвучало уже ответ. И почему они учат наших детей? То есть, они знают. Они законсервировали себя, да, в этом. А деньги – это же движуха постоянная. То есть, мы себя из одного состояния обмениваем в другое. Вдох, выдох. Куда внимание, то и материализуем. Мы можем материализовать все, что угодно, но нужен ресурс. А ресурс – это когда мы в свободном состоянии движемся. Тогда этот ресурс свободный, и мы можем своим вниманием его материализовывать. Хочешь в деньги, хочешь в машину. Из ничего получается? Да, и хоть из ничего, хоть из чего. Можно взять кружку, разбить. Если ты можешь это рассмотреть, весь этот процесс, эту всю красоту, да, процесс. Если ты сможешь наконец-то посмотреть, а что ты там знаешь? Ну, что ты там вообще знаешь? И ты увидишь, что ты ничего не знаешь. Ты знаешь из учебника, ну, учителя не знают учебника. Очень классно сжигать дипломы, я вам могу сказать. Энергия освобождается. Я сжигала все, и на следующий день начала писать стихи. У тебя, видишь, какая трансформация произошла? Да, что ж главное? Дипломы все. Главное, что было? На следующий день начала писать стихи. Никогда в жизни, ни одного рода. А сейчас пишешь? Да. Пишешь? А, ну, значит, не зря сошла. А если бы уже не писала, когда я писала, это зря было? А где играть одного стиха? Ну, понимаете, как мозг мыслит? Ну, тогда не зря. Ну, позавчера, если не писала, мы подумаем. Моя любимая... Давай ты будешь рисовать, это классно получается. Нарисуй зернышко. Я хотела цветочек. Нет, ну, кстати, и превратиться в него. А давайте... Внизу маленькое зерночко. Ты знаешь, не люблю зерночко. Потому что из него еще дерево, куда ты рисуешь? А, ну, я тогда новое рисунок начну. Вот это маленькое зернышко умеет рисовать стихи. Рисовать стихи. Рисовать стихи. Читать картины. Потому что она рисует и стихи. Да, и оно превращается каждый раз с новым опытом в дерево. И вот этих новых листиков у этого дерева было... Нет, я подписываю, чтобы вы понимали. Если бы каждый раз... Себе вот этого нового бы... Не давали. Ну, новые листики, это вот новое. А казалось бы, все друг на друга похожи какой-то новое. А я даже сейчас... Но старое одевать-то некуда. Мы же не отпиливаем вот так вот корни, да? Ну, то есть, старое нужно забыть, куда-то деть, трансформировать, не копить. А оно такое крутое, старое, на самом деле. Да, там еще вот такие корни. Мы же их не отпиливаем, мы их оставляем. То есть, дерево становится больше, и мы ни от чего не избавляемся. То есть, мы не избавляемся от знаний. Мы не избавляемся от второго. По новому что-то делаем. Да, мы каждый раз просто делаем по-новому, а старое знание уже встроено. Как можно не избавляться от старого и дать себе новое? Вот у меня не понимал, мозг как от знаний отказаться? Вот давайте. Вот теперь я поняла, что мы не отказываемся. Вот видите, один уже... Круто. Когда я сожгла свой диплом, что произошло? Что? Я все время же думала... У меня сестра там писала стихи, кто-то пишет. Я думаю, ну тут они могут, а я-то нет, ну как-то. Никогда в жизни я этого не делала. И я это знала. Когда я сожгла диплом, я избавилась от знания, и я просто думала, а попробую. Но ты же не стерла там у себя в памяти, да? Ничего не стерла. Ты просто решила попробую. И попробую, и получилось. А так бы я, может, не попробовала. Вот на лесу раз я слышала вот в эфир, не понимала, что значит отказаться от знаний от прошлого. Мы же не можем себе амнезию использовать. Поэтому оно не получалось, потому что я не могла сделать это. Потому что, ну как отказаться? Еще бойтесь от своих желаний все время от чего-то отказываться. Потому что захотите от мозгов отказаться, но утром поснетесь. Я теперь стала бываю от вас в желании. Но лучше посмотреть широко, да, что мы знаем. И как мы можем на это, и как на то, что мы знаем. Каждый новый листик, каждая новая веточка просто наслаивается сверху. Наше знание, опыт растет. Мы не держимся, оно устроено. Вот ребенок в утробе матери вертелся, крутился, а потом такой вышел. А вы знаете, как классно в клубовину заворачиваться? Маме ножкой там подавать сигналы, и я теперь коуч веду. Все, что делают. Выучились и коучинг. Вперед. По шаблону одному и тому же. Год из года. А мы ничего не знаем. Мы сегодня к старому прибавили что-то новенькое. Их прибавляем, подбивляем, пробуем. И каждая новая трансформация, она в том числе про это. То есть это не то, что выяснили уже, что такое любовь для тебя. Да нет, посмотри. Каждый день выясняли, что такое любовь. Посмотри завтра на нее тоже. А послезавтра попробуешь испытать вдруг. Мне нравится такое красивое дерево. Точно так же мы ходить учились, помните? Ну, сегодня у нас передемонстрировала. Ну, то есть что такое вообще шаг, да? Мы же этот опыт не идем, не учим других, как ловушку держали. Мы же не учим. И причем нас никто не мог научить ходить. Мама нас могла только поддержать, вдохновить и все. То есть она за нас же вот эти шаги не делала, ложку же не держала. Мы все сами на самом деле всегда делали. Во вне вот этого вот ничего мы не можем не делать. А буддистам, знаете, как вот выправляют мозг, вот то, что мы сейчас вам говорим этими словами. Именно обратно. Их заставляют, короче, берут эти ящики с морковкой и заставляют их много дней сажать их хвостом вовнутрь. И чтобы эта морковка торчала вот так, ну, этот плод уже торчал. Ну, то есть таким образом ломает вот это мышление, да? Вот мы сейчас эти морковки и сажаем туда как бы хвостом. Вот я сегодня технику-то и говорила, ну, похожую. Каждый день делать что-то, маленькую какую-то одну вещь только для того, чтобы мозг потихонечку привыкал к постоянному вот этому новшеству. И вот сегодня вроде бы мы разбирали обычные вещи, там, рождение, дать взять. А вы посмотрели на это по-новому? Да. Все, идите, вы все поняли. То есть идите. Мы перевернули, да, казалось бы, все. А мы не перевернули. Мы просто взяли такую другую точку обзора и рассмотрели поглубже. Все вместе просто взяли и рассмотрели. И вот что значит увидеть по-новому. Да не поменять жизнь, а посмотреть по-новому. Вот, да, глаз. Про картину здесь прозреваем. Просто все вместе, как бы. Потому что и на самом деле это вы нас учите. Классно? Да. Смотрите, вот этот вот плод, который здесь на этом дереве появился, ваша косточка имеет вот этот весь опыт уже вобрал. Вобрал, это как, да, и мы рождаемся-то. Ну, то есть здесь вообще мы сейчас нафантазируем на это. На три дня вперед, как бы. И так можно вообще по поводу просто всего. Просто понять, что можно размышлять. Да, да. Оказывается, интересно разговаривать самим собой, да? Вообще очень. А знаешь, с тобой еще интересно. А с тобой еще интересно, потому что 80 человек и все я. Расскажите мне что-нибудь про меня, да, там. Накидайте.